Если верить прогнозам метеорологов, ульянцев ждет дождливый октябрь. У природы, как известно, нет плохой погоды. Однако работать в дождь и слякать – то еще удовольствие. Организация, ответственная за укладку труб на Карла Либгенса, обещает – на качестве работ это не скажется. Существующая погодная обстановка, она никаким образом не влияет на качество выполняемых работ. Работы выполняются с надлежащим качеством, будут выполнены в установленные сроки. И самое важное, на что хотел бы обратить внимание, что эти работы никаким образом не влияют на начало отопительного сезона. После завершения монтажа труб и укладки асфальта, убирать и вновь благоустраивать улицу будут те же люди. С точки зрения благоустройства, благоустройство будет выполнено в срок. Мы свои объекты сопровождаем в течение длительного срока. Представители городских администраций знают, что в любой момент они могут нам указать на какие-то недочеты и недостатки. Мы всегда реагируем и устраняем все недочеты и восстанавливаем благоустройство. В самом разгаре строительные работы и на улице Федерации. Трубы там уже смонтированы, но сроки окончания реставрации территории передвигались неоднократно. В последний раз успеть обещали к 1 октября. Новшеством для улицы станет так называемая безбарьерная среда. Никаких бордюров и заборов. Велодорожку от пешеходной зоны отделит отрезок колотой брусчатки, стилизованной под историческую. Ходить и ездить по ней неудобно, поэтому пешеходам и велосипедистам придется придерживаться отведенных для них зон. Сейчас рабочие в дождь и слякоть мастят тротуары той самой брусчаткой и плиткой. Совсем скоро, ведь сроки горят, начнут укладку асфальта. Выполнение дорожных работ регулирует нормы СНИП, которые запрещают укладку горячих асфальтовых смесей во время выпадения осадков обильнее 5 мм. Пояснить, как город планирует обойти обильные осадки, мог бы курирующий процесс реставрации улицы директор агентства городских инициатив Алексей Гаев, который, однако, разговора предпочел избежать и о технологических особенностях процесса укладки асфальта в дождь не рассказал. Антон Кузьмин, Юрий Давыдов, Сергей Рябухин, репортер 73.